Всем привет, друзья! С вами снова я, Марк. Ненадолго я вернулся в Краснодар и уже очень соскучился по видосам, по записи видосам, поэтому сейчас запишу такой небольшой ламповый влог. Также я... Недавно был стрим у меня с Игорем, Суперлегаменом 4.4.4. Скорее всего, запись сохранилась на его канале, можете зайти, посмотреть, кому интересно. Как я там сказал, помимо влога я еще сделаю подкаст третий. Вот сейчас как раз по моему хэштегу Марк Легобой в Инстаграме вы можете выкладывать фотографии, кто не знает. И я лучшие публикации, ну не просто лучшие, то, что мне понравилось, буду публиковать в подкасте. Также у меня много всяких идей. Вообще, планирую записать этот влог с одного дубля, не без монтажа, поскольку это в ламповые влоги, видео. Значит, собрал я елочку, ну не один, но все равно. Вот. И также свое лего пока что я все вот так пленочкой накрыл, запаковал, потому что, чтобы оно все не пылилось. Здесь пока я все разобрал, чтобы было симпатично. Так я вот в такую пленку, не знаю, что это, типа большая салфетка, все, большое полотенце, все вот так вот накрываю, закрываю его. И, ну, гораздо меньше пыли оседает на леги. Также я еще побывал в Новороссии, забрал еще одну коробочку с наборами. Это у нас коробка с черепахами, но здесь совсем не черепахи. Я помню, что я обещал и анонсировал второе логово черепах, логово черепах 2.0. Будет обязательно, но когда я смогу строить. Сейчас объясню вообще, что да как в планах. Значит, по наборам, какие здесь есть, это у нас все практически, да, все Звездные Войны. Истребители. Потом набор с... Это у нас... Паулд Репаблик, да. Это у нас спидер с... По-моему, Кошлика. Такие болотные спидеры. И два корабля Джан Азиан. Естественно, эти все наборы я буду разбирать, поскольку мне не очень интересно собирать такие. Мне не очень нравятся наборы именно леговские. Ну, есть, конечно, вот всякие там UCS наборы, либо, ну, например, Призрак неплохой, но я тоже планирую его разобрать. Все-таки мне больше нравятся вот такие кастомные наборчики. В величину фигурки, в масштабе мини-фигурки. Очень круто это все выглядит. И реально смотрится очень круто на полке. Ганшипы пойдут, они как раз в масштабе. И их просто можно чуть доработать. Я не собираюсь там, ну, делать кастомные. Мне, в принципе, эти устраивают. Естественно, я, может, их чуть доработаю, чтобы убрать вот эти вот все пины. Посмотрим, крылья переделаю, может, пушки и так далее. С замком Гарри Поттера я его пока не разбираю, потому что я хочу все-таки собрать Хогвартс. Никому я это не обещал, но я очень хочу собрать Хогвартс. Я сейчас и Гарри Поттера по традиции всегда перед Новым годом пересматриваю. Очень прикольно. Здесь у меня было много наборов. Я их тоже все сейчас разбираю потихоньку. И этот истребитель я разберу, он некрасивый. Вот этот вот звездный разрушитель, мой кастомный, я пока оставлю, но потом его тоже уберу. Вот. И здесь тоже все пока буду сметать. По деталькам у меня нового ничего нет. Не знаю, видел, кто нет. У меня две еще вот такие секции появились. Докупить надо еще третью. Вот. Короче, что по планам. Я переехал в другой город. Сейчас я живу в Москве. Надеюсь, что в ближайшее время я смогу перевести все Лего туда, потому что я уже все на ПМЖ переехал, да? И надеюсь, что все это я перевезу. И у меня будет наконец-то не просто там уголок в зале, а моя Лего комната. Я смогу там все сделать так, как я... Ну, как бы не то чтобы захочу. Я и здесь как бы сделал все, как я захочу. Просто сделаю отдельно комнату. Красиво, чтобы это было. Всякие полочки с модульниками, стол с деталями. Под столом будут большие там коробки с деталями. Минимум наборов. Может, какой-нибудь диванчик, чтобы там можно было прийти, сесть, отдохнуть. Какие-нибудь колоночки повешу, музыку включить. Небольшой мониторчик. Ну, там монитор, чтобы видосы обрабатывать, если это понадобится. Вот. Короче, у меня прямо такой грандиозный план. Я надеюсь, что в ближайшем будущем я его осуществлю. Ну, а пока сейчас я закупаю, во-первых, наборчики. Ну, можно сказать, как инвестиция. И вам тоже советую. Потому что мне... Ну, не то, что мне кажется. Как я знаю, нет ни одного набора LEGO, который уже снят с продаж и который бы стоил дешевле, чем во время продаж. То есть, по-любому, какой-то набор, либо он по такой же цене, либо он стоит, естественно, дороже. Даже, по-моему, Дупло я смотрел. Дупло тоже растет в цене. Так же, как и LEGO. Вот. Купил я по скидке вот такой набор. Опс, падаю. Купил я по скидке вот такой набор LEGO City. В детстве очень нравилась эта серия. Я прям LEGO City просто обожал. У меня очень много наборов. Из коллекции моей инструкции вы и так знаете, кто смотрел. Значит, мне в этом наборе понравилось все, кроме вот этой машины. Вот эта тачка очень крутая. Заправка очень крутая. Очень классные детали. Пока разбирать его не буду. Пусть он стоит запакованный. Вдруг пригодится. Так же, замок я уже показывал. Замок у меня тоже все, весь чистенький, запакованный стоит. В принципе, готов к продаже. Кто интересуется, можете мне написать в ВКонтакте. Ну, пока его, конечно, хочу продать дорого. Но в дальнейшем, может быть, цена его будет другая. Так, все, оттуда я наборы все убрал. Вот сюда вот. У меня, значит, появились еще наборчики. Я прям закупился хорошо. Набор с спидером с планеты, не помню, что за планета, где была ярмарка из 8 или 9 эпизода. Классный набор. Был по скидке в 39%. Я его купил, по-моему, в детском мире. Дальше. Так, это старый набор. Я себе купил еще и киевские буглеки. Вот такие. Я их пока распаковать не буду. Тоже купил, как, можно сказать, инвестицию. Здесь батлпак с иден версию. Далее. Па-бам! Еще наборчик. Я себе купил стартер-пэк по Супер Марио. Пока тоже как инвестицию. Ну, в дальнейшем, да. То есть он по скидке. Я его взял и, может быть, через несколько лет попробую продать его подороже. И, ну, я просто советую вам тоже иногда так делать. Не сильно прям там, да, как барыга дурить людей. Но почему бы и нет. Никогда он не будет лишним. Пусть стоит запакованный. Сейчас я с ним ничего не сделаю. Может, потом я его и сам разберу. Потому что здесь очень крутая вот эта фигура, фигурка Марио. У нее там вот эти экранчики, которые светятся. Может, даже я его и не буду продавать. Он очень классный. Купил батлпаки для коллекции мини-фигурок. Чтобы разнообразить и увеличить армию ситхов. Также у меня здесь есть еще наборчики. Ну, эти вы все видели. У меня здесь три батлпака 501-го легиона. Еще плюсом к моим остальным. И здесь какой-то еще набор. Я даже не знаю, что... А, это, по-моему, набор к 20-летию со штурмовиками. Вот такие обновки. Складываем. Вот, поэтому... Также я еще на стриме. Пока этот... Стадион, спрашивали, будешь разбирать или нет. Стадион пока стоит здесь. Кто не видел новые подписчики, можете глянуть. Я строил стадион Краснодар. Довольно круто он вышел. У меня есть еще много других интересных самоделок. Есть все в плейлистах. Можете посмотреть. Значит, по поводу самоделки. Корусант. Корусант я разбираю. Я его строить не буду. Потому что... Я уже передумал. Прошло много времени. И пропало желание. И также время. У меня сейчас вообще практически нет времени и возможности строить. Поэтому я его разберу. И когда-нибудь построю. Может быть, не такой масштабный, как я хотел. Чуть поменьше. Какую-нибудь самоделку. По Корусант. По сериалу «Войны клонов». Какую-нибудь сценку с такой черной рамкой. Типа виньеточки. Вот мне сейчас такой масштаб очень нравится. Вот по типу, как я строил по танкам. Многие писали, что танк очень большой. Ну, согласен, танк большой. Но это не масштаб мини-фигурки. Поэтому здесь я уже как бы сам себе дизайнер. И поэтому выбираю сам масштаб и экспозицию, как хочу. Значит, поскольку пока сейчас я не буду строить никаких самоделок. В ближайшее время, до января-февраля точно. Я постараюсь немного, чтобы вы меня тоже не теряли. Кто меня смотрит, кто меня постоянно ждет. Всем спасибо. Я все комментарии читаю. Я постараюсь на все комментарии отвечать. Если не отвечаю, ставлю лайк, ставлю там сердечко. Чтобы вы понимали, что я типа никуда не пропал. На ютубе я каждый день. Но не каждый день получается у меня выкладывать видео. Потому что где я сейчас в Москве живу, там вообще у меня нифига нет. Единственное, что может быть... Схожу в какой-нибудь магазинчик в Москве. Там их много. И может там видео засниму. В Москве также много... Ну, не много, но есть музей. Я пока не изучал что да как. Но если будет возможность, я обязательно схожу и поснимаю там. Один там парень писал насчет сходки. Я не такой супер популярный там блогер. И как бы не особо хочу им быть, чтобы я там пришел. У меня были фанаты, стояли, ликовали. Нет. Поэтому пока такого у меня точно не будет. Может быть с кем-нибудь в компании, там когда-нибудь, если соберемся. Было бы круто тоже встретиться с подписчиками. Но уже не моими, а там другого человека. Может там Андрей Бойко прилетит когда-нибудь в Москву. Либо там Игорь прилетит в Москву. И вместе пойдем куда-нибудь. И может вы тоже подойдете, встретимся, увидимся. Но это пока только так, чисто слова. Поэтому не обращайте на это внимания. Значит, по кастомным самоделкам я их продолжу делать. Понятное дело, что вот эта самоделка полностью не моя. Я просто, мне предоставили инструкцию. Дэйв Бухаль, спасибо большое. Предоставил инструкцию, я собрал. И мне очень нравится эта самоделка. Она достойна полки, достойна любой самоделки по Звездным Войнам. Вот. Но, естественно, она очень большая. То есть, вы посмотрите. Здесь вот в совокупности, по-моему, 5800 или 5500 деталей. То есть, это овер до хрена. Очень много. Вот. И я в дальнейшем тоже планирую делать самоделку. Я очень себе хочу набор EZR. Но покупать я его не буду. Потому что я... Ну, мне нравится этот набор. Но мне не нравится, что там очень много пинов на корме, на корпусе. И я хочу сделать кастомный EZR, который тоже продается, по-моему, у Бриквольта. У пацанов есть инструкция кастомного EZR из 11 тысяч, кажется, деталей. Ну, исправьте в комментариях, если я ошибаюсь. Однако, я хочу купить эту инструкцию. И пока я буду находиться в Москве, закупать детали. И уже может там начать собирать EZR. Он будет просто огромен. Он будет примерно в масштабе с EZR, который сейчас продается в магазинах. Но я хочу этот EZR... Он, короче, только корпус. А я хочу еще самостоятельно закастомить его внутри. То есть добавить там... Ну, может, какой-нибудь мини-ангар с мини-тай-файтером, да? Либо с лямбдой. И также добавить там каюты, может, мостик и так далее. То есть там места предостаточно. Это уже моя фантазия. И я вот хочу сделать там немного комнат. Вот. Я видел это в интернете. Очень круто выглядит. Но я хочу что-нибудь придумать. То есть я возьму корпус бриквольтовский, да? Или кто там дизайнер? Ну, особо пока я не узнавал. Вот. А внутрянку сделать свою. Я думаю, это очень будет круто. За этим будет интересно вам смотреть. Поэтому всем новым подписчикам, кто подписался на меня недавно, за этот весь период, когда я не снимал видео, всем привет. Спасибо большое, что вы смотрите. Всем старым подписчикам, которые на меня были подписаны, ждут видосики тоже. Спасибо большое, что комментируете. Все смотрю. Мне очень приятно. Просто безумно. Вот. Я никуда не пропадаю. Буду почаще стараться снимать видео. Возможно, будут какие-то стримы. Обязательно смотрите в сообществе. Вот здесь на YouTube есть сообщество. Там я буду выкладывать всякие, может быть, анонсы. Вот вчера был стрим у Игоря на канале. Мы там сидели, болтали. Было здорово. Надеюсь, что мои подписчики тоже пришли. Кто был на стриме, тоже отпишитесь. Напишу вам спасибо большое в комментариях. Значит, далее. По видео я сказал, сейчас я выпускаю этот видос. Далее у меня будет подкаст третий с новым оформлением. Можете глянуть, что там у меня за новое оформление. Я же обещал, да? Что будет оформление у этого подкаста. Вот, глянете. Значит, подкаст третий. И в дальнейшем я планирую снять еще один влог. И хотел успеть снять самоделку. Но самоделка будет уже после Нового года. Вот как раз на празднике я прилечу и сделаю какую-нибудь самоделку. Интересно. Очень хочется сделать самоделку по игре Demon's Souls Remake. Какую-нибудь небольшую совсем виньетку. Там, может, на пластине. На вот такой пластине, да? Ну, по масштабу я имею ввиду. Ну, просто, чтобы это там, может, замок Балитарии будет. Или, может быть, самоделка по игре Last of Us 2. Я недавно посмотрел. Я в нее не играл, но я полностью весь геймплей просмотрел. Пока сидел на карантине. Не на карантине, а на самоизоляции. Ну, вот сейчас такая известная болезнь. И, как бы, я тоже успел ее подцепить. Слава богу, ничего страшного. Все обошлось. Вот. Поэтому вот такие новости. Уже влог идет 15 минут. Но, ребят, вы меня поймите, я очень соскучился. Очень хочу снимать, но нет времени. Поэтому вот сейчас, пока есть, вот буквально час, я все сниму и постараюсь все выложить. А с вами был я, Марк. Всем большое спасибо, что посмотрели это видео до конца. И всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok